Усман Хахназаров. О причинах журналистского траура или почему Бухарбаев оскорбит по отмене визита Каримова в Прагу. Активная работа узбекской оппозиции и правозащитного движения в Европе способствовала отмене визита Ислама Каримова в Прагу, который был намечен на 21 февраля нынешнего года. Маленькая победа обрадовала всех противников каримовской диктатуры и опечалила диктатора Каримова и его правительство. Победе узбекской оппозиции и правозащиты не рады также некоторые так называемые независимые журналисты и их так называемые заблокированные сайты, которые в какой-то период старались показать себя противниками каримовского режима. Да, речь идет о Галиме Бухарбаевой и сайте узньюс.нет. Скорбная статья Г. Бухарбаевой. 14 февраля 2014 года журналист Галима Бухарбаева опубликовала на страницах своего сайта статью «Пражская зима Ислама Каримова и правозащитников», где она выложила свою обиду по поводу отмены пражского визита диктатора. Топорная работа правозащитных организаций. Победа одержана над как никогда ослабленным Каримовым. Визит Ислама Каримова в Прагу как никогда давал возможность европейским политикам повод для конструктивного диалога о реформах. Визит был отменен несвоевременно и глупо. Вот такими эпитетами Бухарбаева передает свои разочарования из-за несостоявшейся поездки диктатора в Прагу. Неожиданная реакция так называемой независимой журналистки удивила многих оппонентов Каримовского режима. Читатели недоумевали по поводу ее журналистского траура. Нам известно, почему Бухарбаева сердится по поводу топорной победы узбекских правозащитников и оппозиционеров. Мы решили поделиться подробностями некоторых закулисных событий, которые проливают свет на истинные причины журналистского траура Бухарбаевой. Итак, Галима Бухарбаева в Ташкенте. 6 февраля 2014 года в четверг вечером Единая сеть регистрации въезда и выезда граждан Комитета по охране государственных границ Службы национальной безопасности Узбекистана зафиксировала уникальный случай. Границу республики официально пересекла гражданка, которая разыскивается по подозрению в причастности к организации андежанских событий 2005 года. В 9.53 вечера компьютеры в ВИП-коридора Ташкентского международного аэропорта зарегистрировали въезд гражданки Республики Узбекистан Бухарбаевой Галимы Сулеймановны 1974 года рождения, прибывшей из германского города Франкфурт на майне авиарейсом номер HY-232. В ВИП-зале столичного аэропорта ее встретили Ислам и Иман Каримовой, дети Гульнары Каримовой, а также два сотрудника из так называемой охраны узбекских спецслужб, старшей дочери президента Узбекистана. Автомобиль Ислама Каримова-младшего вместе с гостей из Германии направился в городскую резиденцию Гульнары Каримовой. Первая очная встреча в кавычках независимой Бухарбаевой и в кавычках опальной Гульнары Каримовой состоялась в тот же день и длилась примерно час. Затем Бухарбаеву отвезли домой. Основные разговоры Бухарбаева и Каримовой были продолжены со второй половины следующего дня, 7 февраля, и длились до 9 февраля. В течение двухдневных переговоров в сторону обсудили актуальные проблемы внутренней политической кухни Узбекистана. Итак, переговоры Бухарбаева и Каримовой. Первоочередной темой их разговора стали вопросы защиты семьи Гульнары Каримовой и в целом президентской семьи от якобы неизбежной атаки кланов, борющихся за власть в Узбекистане. В ходе бесед Галиба Бухарбаева выразила также обеспокоенность по поводу возможной активизации исламской оппозиции, которая, по ее мнению, якобы горит желанием вторнуться в Узбекистан. Выражая глубокую озабоченность судьбой президентской семьи, Галиба Бухарбаева предложила Гульнаре Каримовой поднять перед президентом вопрос немедленного усиления охраны резиденции Дурмень. На вопрос Гульнаре Каримовой, настолько ли угрозы серьезны, Бухарбаева ответила, что вся информация об угрозе военного нападения получена из кругов, близких к западным спецслужбам. В ходе двухдневных бесед стороны пришли к следующим решениям. Первое. О подписании контракта с одной из германских консалтинговых компаний по оказанию пиар-услуг Гульнаре Каримовой в средствах массовой информации Европы. Второе. Об организации встречи Гульнаре Каримовой с президентом Узбекистана, во время которой нужно попросить главу государства встретиться с Галимой Бухарбаевой и Мутабар Таджибаевой в ходе визита в Прагу. О необходимости сообщения президенту Каримову деталей и условий соглашения, заключенного между Гульнарой Каримовой и германской консалтинговой компанией. Третье. О публичном обращении журналистки Галимы Бухарбаевой в адрес Ислама Каримова, где нужно попросить ее встретиться с активистами гражданского общества и правозащитного движения для разговора об Узбекистане. Четвертое. О необходимости поднятия во время возможной встречи президента с активистами гражданского общества и правозащитного движения Узбекистана в Праге вопросов защиты Гульнари Каримовой и ее детей от давления узбекских спецслужб, инициирования президентом Каримовым нескольких показных акций демократического характера, а также вопрос кладкой передачи власти своему преемнику, то есть Гульнаре Каримовой. Пятое. Об оказании финансовой поддержки деятельности веб-сайта узньюс.нет, то есть лично Галимы Бухарбаева, и правозащитные организации от Юраклар, то есть лично Мутабар Таджбаевой со стороны Гульнари Каримовой. Во исполнении первого пункта выше проведенных решений Гульнара Каримова подписала три экземпляра контракта с германской консалтинговой компанией об оказании пиар-услуг в западных масс-медиа. Кроме того, Гульнара Каримова добилась приема у президента. В ходе встречи с отцом Гульнара Каримова передала подробности пиар-контракта, предусматривающего осуществление ряда публичных и показных действий президента Музбекистана и ее старшей дочери. Одним из таких условий данного соглашения была организация публичной встречи Ислама Каримова с активистами гражданского общества страны, проживающими в эмиграции. Объясняя это, Гульнара Каримова настоятельно попросила своего отца о том, чтобы в ходе запланированного визита в Прагу он встретился с Бухарбаевой и Таджибаевой. Нам неизвестно, согласился ли Каримов на это или нет, однако по сильному журналистскому трауру Галимы Бухарбаевой и ее фразы «Каримов должен был открыть двери, тюрьм и освободить невинных узников», кажется, что диктатор все-таки дал согласие выслушать Бухарбаеву и Таджибаеву. Во исполнение третьего пункта Галима Бухарбаева, вернувшаяся в Германию в понедельник 10 февраля 2014 года, написала статью «Ислам Абдуганеевич, надо встретиться в Праге», где публично призвала узбекского президента выслушать ее и Таджибаеву. Материал, опубликованный на страницах Узнюснет 11 февраля 2014 года, был написан для того, чтобы придать закономерный и естественный характер встречи, которая была тайно запланирована в ташкентской резиденции Гульнаре Каримовой. Иначе говоря, это было сделано для того, чтобы в случае встречи Каримова с Бухарбаевой и Таджибаевой в Праге общественность не заподозрила стороны в тайных переговорах. Так что ошибаются некоторые авторы сайта НДУ, посчитавшие, что с своей статьей «Ислам Абдуганеевич, надо встретиться в Праге», Галима Бухарбаева опустилась на колени перед диктатором Исламом Каримовым. Да, внешне она поползла на коленях к тирану, однако, по сути, Бухарбаева всего лишь выполнила одно из условий устных соглашений с Гульнаре Каримовой и пиар-контракта, заключенного с германской компанией. Нам известно имя германского пиарщика Лаббиста, с которым вела переговоры Бухарбаева. Согласно планам Бухарбаева и Каримовой, эта встреча должна была стать и своеобразным пиар-ходом, после чего диктатор Каримов внезапно превратился бы перед местной и зарубежной общественностью в доброго руководителя, пошедшего на диалог с активистами правозащитного движения Узбекистана. Кроме того, реализация этой встречи сулила Бухарбаевой и Таджибаевой большую финансовую поддержку со стороны Гульнаре Каримовой. Однако, как было отмечено выше, из-за топорной работы правозащитных организаций, совместным планам Бухарбаева и Каримовой не суждено было осуществиться. Да, Бухарбаева и Таджибаева не думали, что акция протеста узбекской оппозиции и правозащитного движения послужит отмене такого важного визита. Вот почему главный редактор сайта узнис.нет так возмущается отменой пражского визита Ислама Каримова. Итак, прочитайте статью Бухарбаевой заново. Теперь перечитайте статью «Пражская зима Ислама Каримова и правозащитников заново». Вы поймете истинные причины негодования ее автора по поводу топорной работы правозащитных организаций. Если прочитаете эту статью новыми глазами, то вы расшифруете доселе непонятные вам строки так называемой независимой журналистики. Вот, например, фраза Бухарбаевой. «Топорная работа правозащитных организаций лишила возможности ЕС говорить с Исламом Каримовым в качественно новой ситуации». Имеет такой подтекст. «Тупые правозащитники лишили нас и некоторых европейцев, вовлеченных в пиар-проект Гульнаре Каримовой, уникального шанса встретиться с Каримовым». Точно так же можно расшифровать слова Галлимы Бухарбаевой о том, что визит был отменен несвоевременно и глупо. А ее утверждение «Визит Ислама Каримова в Прагу как никогда давал возможность европейским политикам повод для конструктивного диалога о реформах» скрывает под собой такую мысль. «В ходе этого визита мы по заданию Гульнаре Каримовой хотели поговорить с Каримовым о необходимости проведения пары показных акций демократического характера». Содержание четвертого пункта совместных решений Бухарбаева и Каримовой отражены в следующих строках независимой в скобках журналистки. Президент Чехии Милош Зейман мог бы положить начало переговорам, в основу которых легли бы не абстрактные для Каримова права человека, а понятная ему преемственность и защита его семьи. То есть Галлима Бухарбаева подчеркивает, что в Праге она и Таджибаева по заданию Гульнаре Каримовой хотели поднять перед Каримовым не абстрактные права человека, а понятная ему преемственность и защиту ее семьи. А озабоченность Бухарбаевой о передаче власти преемнику, то есть Гульнаре Каримовой, выражена в следующих строках. «Европа и Запад могли объяснить ему положение вещей, что только плавная передача власти и немедленные реформы могут защитить его семью». А вот эпитеты Галлима Бухарбаевой в адрес своего спонсора. «Единственный, кто отказался молчать, начал оказывать сопротивление, а значит и вступил в конфликт, как это ни парадоксально, с системой своего отца. Это Гульнара». Ну а словами «Каримов должен был открыть двери, тюрем и освободить невинных узников» главный редактор «Узнюснет» сама не зная того, выдала один из пунктов устных соглашений и пиар-проекта, заключенных с Гульнарой Каримовой. В статье «Пражская зима» Ислама Каримова и правозащитников Галлима Бухарбаева попыталась принизить значимость победы узбекских активистов словами «победа одержана над как никогда ослабленным Каримовым». Она, наверное, забыла, что узбекские оппозиционеры и правозащитники одержали победу над Каримовым и в 2001 году, когда им удалось добиться отмены и экстрадиции, лидер узбекской оппозиции Мухаммад Салиха из Праги в Ташкент. А тогда Ислам Каримов был как никогда сильным. Кроме того, Бухарбаева решила преподнести урок политического ликбеза узбекской оппозиции, которая, по ее мнению, обязана понять раскол и выход влиятельных людей из ранее авторитарной диктаторской системы усиливает ее позиции. И отколовшихся не надо забивать и освистывать, а надо строить с ними новые политические альянсы. То есть она призывает узбекскую оппозицию создать альянс с Гульнарой Каримовой. А теперь посмотрите новым взглядом на фотографии молодого Ислама Каримова, украшающую статью «Ислам Абдуганиевич надо встретиться в Праге». Главный редактор заблокированного в кавычках сайта явно старается показать диктатора в человеческом облике. Итак, в заключении. За 11-летний период своей работы по разоблачению преступлений и заговоров Каримовской диктатуры мы никогда не думали, что когда-то нам придется посвятить целую статью неприметному журналистку из антикаримовского лагеря. Однако время показало, что ради денег даже антикаримовцы с многолетним стажем способны резко поменять свои принципы и ценности. Бухарбаева еще в середине 2013 года, сравнивавшая Гульнару Каримову с лидером сербских и черногорских преступных групп Дарку Саричем, назвавшая ее персоной года в сфере коррупции и организованной преступности, к концу прошлого года резко потеплела к самому ненавистному человеку для узбекистанцев. И вот в феврале 2014 года Бухарбаева называет Гульнару Каримовой единственной, кто отказался молчать. Бухарбаева прекрасно понимает, что Гульнара Каримова отказалась молчать не из-за уважения к правам угнетенного народа Узбекистана, а ради своих корыстных финансовых и иных интересов. Однако главред узньюс.нет упорно продолжает представлять свою попечительницу исправившейся персоной. Более того, став посредницей с немецкими компаниями, специализирующимися на пиар-технологиях, Галима Бухарбаева моментально превратилась в эмиссара старшей дочери президента Узбекистана и начала отстаивать ее интересы на Западе. Нет сомнения в том, что Галима Бухарбаева все эти дни ликовала тому, что напрямую вошла в доверие Гульнаре Каримовой и, может быть, косвенно начала втираться к самому президенту Каримову. Ведь сама старшая дочь президента Узбекистана оплатила ее ташкентский визит и выделила несколько сотен тысяч долларов на деятельность ее сайта. Бухарбаева была счастлива еще и тому, что при помощи Гульнаре Каримовой она назло СМБ беспрепятственно въехала и выехала из Узбекистана, несмотря на официальное уголовное дело, возбужденное в отношении ее узбекскими властями. Однако Бухарбаева не понимает, что СМБ Узбекистана, не хотевшая ее приезда в Узбекистан и встречи со старшей дочерью президента страны, в конце концов специально зарегистрировала ее въезд и выезд в страну, чтобы в дальнейшем использовать этот факт не только против главного редактора узнес.нет, но и против самой Гульнары. Так что топорно поработала сама Галима Бухарбаева, согласившаяся на официальную регистрацию ее въезда в Узбекистан и выезда из страны, а не узбекские оппозиционеры-правозащитники, добившиеся отмены визита диктатора Каримова в Прагу. Усман Хакназаров, политолог. Редактор субтитров А.Семкин